Конщина Петра Великого, 1725 год И основательную надежду на совершенное выздоровление Отца Отечества Государю надобно было только некоторое время поберечь себя И не тотчас приниматься за обыкновенные занятия свои Вместо этого Петр не только начал прогуливаться по Неве И жаром принялся за дела государственные Но в начале октября, несмотря на все представления своего лейб-медика Отправился водой в Кронштадт и на Оланецкие железные заводы Где собственными руками выковал тяжелую полосу железа Которая и теперь хранится в кунсткамере Объездив все эти места, государь 27 октября возвратился в Петербург И, отдохнув один день, отправился опять водою в Сестербек Местечко, лежащее в нескольких верстах отсюда К вечеру того же дня довольно приятная осенняя погода Сменилась сильной бурейю Которая долго носила по волнам взморья императорскую яхту Она уже приставала к берегу Лахты Как вдруг все бывшие на нем примечают вдали какое-то судно С которого раздаются жалобные крики о помощи Этого уже было довольно, чтобы возбудить все живейшее участие Какому было способно сострадальное сердце императора Он забывает об опасности, которой сам за минуту до этого был подвержен Остается с несколькими из людей своих на яхте А всех других отправляет на шлюпки на помощь погибающим Это были солдаты-матросы Ехавшие на большом боте из Кронштадта И занесенные бурей на мель Усердно желали посланные исполнить волю государя Но все усилия их были напрасны Они не могли стащить бот с места Увидев это, Петр забывает все Кроме святой обязанности человека помогать своему ближнему Забывает все различия, существующие между его жизнью и жизнью других людей Забывает всю любовь к себе подданных Готовых с радостью великой умереть за него Всю неизмеримость потери, ожидавшая их со смертью его И бросается с остальными матросами своей яхты спасать тонущих Пример императора оживил новым мужеством сердца всех участников этого дела И погибавшие были спасены Двадцать человек из них были обязаны этим спасением самому ему Императору Прекрасен был поступок Петра Но горестны, ужасны были последствия его Пробав более получаса в холодных волнах Он простудился И эта простуда, соединяясь с прежнюю болезнью Прекратила дни императора в январе 1725 года Напрасно старалась бы я представить вам, милые читатели мои Всю величину удара, поразившего Россию И всю горесть, какую чувствовала она Никакое перо, никакие выражения не могут дать об этом понятия Ужасные слова Петр Первый скончался Перелетая от одного человека к другому Казалось, лишали каждого возможности выражать общее страдание Все они говорили, но могли только неутешно плакать Итак, представляя собственным сердцам вашим, друзья мои Пенять всю неизмеримость этой горести Я не буду говорить о ней Но расскажу вам печальные подробности его кончины С начала января здоровье государя начало приметно разрушаться Однако 6 числа, в праздник Крещения Он еще сам начальствовал войсками И после того, несколько дней занимался по обыкновению делами Наконец, ужасные страдания остановили эту неутомимую деятельность И с половины января император уже не мог вставать с постели Никакие советы врачей иностранных, с которыми переписывался Блюментрост, не помогали Видя безнадежность своего положения Изображавшуюся на лицах всех окружавших его Чувствуя ее в нестерпимых мучениях Петр имел еще мужество утешать нежную супругу свою Горесть которой доходила почти до отчаяния Имел еще мужество говорить ей и всем приближенным своим Из меня можете познать Какое слабое творение есть человек Однако, несмотря на глубокую слабость Несмотря на то, что с 22 января Духовник уже не отходил от постели государя Заметно было, что надежда еще не оставляла больного До самого 27 числа Когда страдания и слабость его достигли высочайшей степени В эти мучительные минуты, казалось, он почувствовал приближение смерти И спросил бумагу и первого Но умирающая рука уже отказывалась служить Из всех слов, написанных государем, можно было разобрать только два Отдайте все Не имея возможности передать письменно последнюю волю свою Он, вероятно, желал сделать это словесно И для того послал за старшей дочерью своей Анною Но прежде, нежели великая княжна успела подойти к постели умирающего Он уже не в состоянии был говорить Около 15 часов потом еще жил Великий Но эту жизнь можно было назвать только признаками ее Иногда они приметны были в движениях руки Старавшейся сделать крестное знамение Иногда в том внимании, с которым слушал он читаемые духовником молитвы Наконец, утром, 28 января Назначенным Богом быть последним земным утром Петра Благочестивый государь во второй раз причастился И в первой четверти шестого часа бессмертная душа его отлетела на небо Принять награду за неисчислимое добро, сотворенное ею на земле В первые минуты казалось, что эта божественная душа унесла с собой твердость и силы русских Начиная от императрицы и дочерей ее, вынесенных без чувств из комнат государя До последнего человека, служившего во дворце Все предались отчаянию, все громко рыдали И эти рыдания раздались не в одном дворце А в каждом доме Петербурга, в каждом городе, в каждом селении обширной России Жители Петербурга были счастливее других тем, что могли по крайней мере более месяца Видеть драгоценные останки обожаемого государя и не один раз проститься с ними День погребения был 8 марта, а до тех пор всем позволено было приходить к телу Которая стояла все это время в зале дворцовой И потом со всем императорским великолепием перенесено было в Петропавловский собор Здесь перед самым погребением Россия сказала Последнее прости своему великому благотворителю в красноречивой речи Архиепископа Феофана Трогательные слова проповедника и слезы всех слушателей, сливаясь с громким плачем войска и народа, окружавших церковь, выразительно доказывали общую горесть Она утихала несколько только тогда, когда супруга Петра являлась взором огорченных И как утешительный ангел обещала осиротевшим подданным ту же любовь и те же попечения Какими исполнено было сердце навеки почившего отца их Продолжение следует...